Приветствуем, дорогие друзья! Сегодня гость нашей передачи Игорь Требушной, брат-служитель, пастор Церкви Благовестия. Брат Игорь, один из актуальных вопросов, которые сегодня мы слышим, это когда человек ищет какое-то понимание или ответ от Бога и не получает никакого ответа. Что делать, когда нужно что-то делать и не знаешь, что делать? Спасибо за вопрос. Этот вопрос я отношу к части. Сегодня больше и больше встает размышление о депрессии. Я не углубляюсь в значение этого слова, в детали, но Библия находит подобные слова, как уныние, как сокрушенное состояние, но сущность будет того, что вы сказали, так что делать, когда не знаешь, что делать, когда твое состояние разбито? Я хочу предложить несколько ответов, которые я нашел в Писании, что это время можно пройти правильно с Богом. Первое, что я сказал бы, готовя себя к разным моментам жизни, конечно, может звучать обыденно, но тем не менее это чтение Писания. Мне очень нравится этот текст Писания, который апостол Павел Тимофеев говорит. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, и таким образом, там есть фраза удивительная, спасешь себя. Спасешь для вечности, но в контексте нашего вопроса спасешь себя от депрессии, спасешь себя от какого-то неправильного состояния, когда придет трудное время в твою жизнь. От определенных обстоятельств каких-то. Будешь знать, как в них пройти, чтобы как раз в этих трудных обстоятельствах, в которых ты не знаешь, что делать, но ты будешь знать, что делать, как правильно отнестись к этим обстоятельствам. Когда я говорю о чтении Писания, мне очень нравится, как-то я обратил внимание на 118-й Псалом, я его стал называть так, его прочитая, будешь знать, какое влияние Писание оказывает на тебя. И в этом 118-м Псалме несколько раз Давид говорит, слово твое, или законы твои, заповеди твои, утешение мне. Это как раз к теме, а что делать, когда не знаешь, что делать? Тебе нужно утешение. Тебе нужно знать, как пройти этим путем. Поэтому вот эти моменты, которые там отмечены, вот один из текстов, я еще возьму, А как закон может утешать? Это и удивительно, как Бог показывает себя в законе, в Писании Бог показывает. Для меня вообще это настолько глобальная тема, или потрясающая, таким словом сказать, современным, что даже в законе, он, Давид говорит, я люблю его, и я в нем нахожу утешение. Тем более сегодня, имея Новый Завет, включая в общем понимание влияния Христа, Духа Святого, мы вообще в Писании можем находить для себя такое утешение, такие силы черпать. А несмотря на то, что даже Давид, вот в ограниченном Писании того времени, он находил столько для себя, и это помогало ему проходить трудные ситуации. Вот одно из мест в 118-м псалме, 143-й стих, он говорит, «Скорбь и горесть постигли меня, а заповеди твои – утешение мне». Скорбь и горесть постигли меня, а заповеди твои – утешение для меня. Вот один из моментов, как готовить себя к тому, чтобы не впасть в отчаяние и уныние, или если впал, что делать? Первый ответ – читай Писание. Следующий момент, который я хотел бы отметить, это обязательно молиться. Обязательно не переставать молиться. Молитва есть разных видов, и одно из них я нахожу только в Боге успокаивается, душа моя. Народ, надейтесь на него. Во всякое время изливайте пред ним сердце ваше. Бог нам прибежище. А как молиться, если не получаешь утешения в молитве, и, как говорят, молитва до потолка, вот не доходит, она не проникает в сердце, она не дает тебе утешения, она не дает полноты. Можно разочароваться в необходимости молиться? И, с одной стороны, это вопрос веры. Если мы продолжаем верить, что Бог существует, просто я его сейчас не чувствую, не понимаю, почему он допустил это в моей ситуации, то я продолжаю ему молиться. А второе – это, когда мы говорим о присутствии Бога, мы будем иметь это побуждение излить кому-то, и кому, как не Богу, излить наше состояние. По-другому сказать, выговориться, если по-человечески сказать. И одна из деталей вот этих, для меня очень важная, когда фессалоникийцам апостол Павел пишет, говорит, непрестанно молитесь, и удивительная следующая часть, как мы помним, вообще-то за все благодарите. Как проходить время, когда не знаешь, что делать? Продолжай молиться. Вот прям совет из Писания. А что делать в это время? И он говорит, за все благодарите. Мы понимаем, что это определенный духовный рост, мы понимаем, что это определенное духовное усилие, как это, благодарить за то, что я... За трудности. За трудности. Как можно благодарить? Когда я принял решение не благодарить, а плакать и стонать. И когда мы говорим, вот мы приходим к этому состоянию, почему я сказал читать Писание? А откуда научиться? А вот мы учимся отсюда. Подожди, придет очередной раз трудное время в мою жизнь, какой стиль моей молитвы будет? И один из моментов мне придет на память. Подожди, не забудь в этой ситуации за все благодарить. Поймешь, почему? Откроется, Бог обязательно откроет. Ты поймешь Бога Великого, почему Он допустил эту ситуацию. Но на этот момент, когда не понимаешь, не знаешь, что делать, поблагодари Бога. Я хочу даже привести такой пример. В моей жизни был, когда мы переехали на Дальний Восток и стали жить там, и нам некоторые люди угрожали, чтобы мы там не жили. И в итоге наш дом был взорван. И в частности, я получил страшные ожоги, от которых лежал долгое время в больнице, лечился. То я запомнил ситуацию. Это было, я называю, в состоянии шока, мы сегодня говорим. Когда я выскочил на улицу, попробовал со своей сломанной рукой тушить этот дом из колодца, черпать воду, крутить. Понял, что не получается, смысла нет. То я помню, как я зашел домой, пригласил тех, кто там еще был. Я поднял руки и благодарил Бога. И потом я осмысливал, а за что я благодарил Бога? Мой дом горит, за него выплачивать надо. Я так рад, когда я потом осмысливал, что где-то было заложено это в подсознании. Поблагодари Бога, ты сейчас не знаешь за что. Даже в шоке, когда находишься. И я так рад был, что это произошло в моей жизни. И это влияние Писания. Люди, которые были свидетели этого, как отнеслись к вам? Могли понять, за что вы благодарите? Тут плакать надо? Они тоже были в состоянии шока. Да. Вы знаете, очень интересно для меня, потому что, вот я читаю в Псалме 35, «Кто обращал взор к нему, те просвещались. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед». Важно в состоянии вот этой нищеты, трудности, переживания, все равно продолжать взывать Господу. Молиться Ему. Я бы таким образом сказал, есть там даже как бы стонать как будто, но все равно продолжай поддерживать отношения с Богом. Не закрывайся от Него. Пройдет время трудностей, пройдет время переживаний, томления души, все равно Бог ответит. Придет просвещение какое-то, понимание, почему это происходило в твоей жизни. И ты тогда оценишь это. Еще один момент, который я хочу обратить внимание, вот что делать, когда не знаешь, что делать. Ну, наверное, все мы знаем, это яркий пример, яркий пример вот Давида, Иова, когда они проходили большие скорби. И в частности, в Псалме 137, вот Давид есть, описывает такое состояние. «Нет мира в костях моих, и прямо он говорит, от грехов моих». Он понимает, почему он проходит сейчас трудную, скорбную ситуацию. В его жизни были грехи. Идет процесс очищения. Идет процесс очищения, абсолютно. И он там говорит, я согбен, я совсем поник, я весь день сетуя хожу. Какая причина? Он знает в своей жизни, что он согрешил. Или он говорит, я изнемог, я согрушен чрезмерно, я кричу от терзания сердца моего. Он проходил это. И я говорю этим состоянием, когда он знает, что он трудную ситуацию, он загнан как будто в тупик, но он знает, почему. Я согрешил. Мне нужно привести вопрос греха в порядок. Вы знаете, для меня это очень интересно было. Когда-то, ну, я так вот говорю, это как, такое выражение, мы как верующие используем, откровение приходит. Когда книгу Иова я изучал, и мы помним все, он пришел, ну, вот в это состояние, можно сказать, депрессии, что он как праведник стал делать? Он стал проклинать. Он проклял день своего зачатия, он проклял день своего рождения, и он нехорошо высказался, не проклял, но принцип тот же вообще о том, что он жил до этого момента. Он поставил под сомнение Бога. Бог, почему этот день был? Лучше бы, чтобы его не было. И вдруг Бог заговорил когда-то к нему, я бы сказал так, Бог не вытерпел, что кто-то посягает на его замысел. Но это было в трудной ситуации, и Богу нужно было привести его в порядок. Я называю это даже иногда душепопечения провести с ним, с праведником. Он сейчас неправильно себя ведет, да, в ситуации очень трудной, очень сложной, похоронивший детей, потеряв все, что нажито праведными трудами его. Но если Давид об этом говорит, что о своем депрессионном состоянии, и это следствие греха, то у Иова мы видим, что в принципе он праведник, и греха-то нет. И вот как раз для меня это важный вопрос, показать две части. Первая часть, вот состояние трудности, Давид знает, почему это происходит, и вдруг перед тем, когда Бог заговорил с Иовом, начал ему вопросы задавать, Иов стал проверять свою жизнь. Слушай, я сейчас перечислю быстро, какие моменты в своей жизни он проверил. Отношение к девушкам, завет положил я с глазами своими, чтобы не грешить. То есть он проверил, нет, здесь чисто в моей жизни. Отношение к лукавству и суете, он называет это. Отношение к нечестному богатству, нет, говорит, ничто нечистое не прилипло к рукам моим. Он проверил себя в отношении вообще к чужим женам. То есть ничто не прилипло чужое к рукам моим, ничто он не украл, ничто не украл, да, сегодняшним языком. Отношение к чужим женам, он говорит, если сердце мое прельщалось женщиной, и я стоял, строил ковы у дверей моего ближнего. Разные моменты. Например, отношение к слугам, он говорит, я правами служанки, и мои, когда даже спор они имели со мной, я не пренебрегал. Он проверил свое отношение к бедным, отказывал ли я нуждающимся по их просьбе. Он проверил свое отношение к вдовам и сиротам, и он говорит там, томил ли я глаза вдовы, один ли я съедал кусок мой. Вообще он проверил свое отношение. Подробный анализ. Подробный анализ. Ты знаешь, для меня это удивительно. И слава Богу, что он не нашел. Он не был в этом замешан, но в состоянии вот этого, вот этой отчужденности от Бога, он проверяет, а вдруг где-то есть, что я согрешил. И я бы сказал, находя вот это место в Библии, я бы сказал, это нельзя скидывать со счетов. У меня трудная ситуация, ну это значит просто испытание для меня. Нет, нет, подожди, поведи себя как Иов. Проверь перед Богом много частей своей жизни. А вдруг есть грех, в чем-то ты запутался, и Бог тебя ведет путем очищения, путем смирения. У Иова, слава Богу, этого не было. И для меня это является огромным примером, как себя вести в этой ситуации. Следующее, почему я говорю, важно читать Писание, буду постоянно ссылаться на это, потому что сам делаю это. Мне нравится это делать, из него много подчеркнул для себя, ну скажем, вдохновения, силы, как проходить свои пути. И потому что в нем я нахожу, как Бог занимался душепопечением Иова. Назовем этим словом. Иов находится в депрессии. Он сам себя проверил, ничего нету, но он неправильно отозвался о Боге, он не понимал его действия. И вдруг Бог говорит ему, а кто сей, омрачающее проведение словами бессмысла. Как ты сказал, Бог вопросов задает много. Даже не сказав, это ты, а кто сей. И интересно, что в результате Бог не объяснил причину его страданий. И это удивительно. я сделал брошюрку «Вопросы Бога к Иову». Я насчитал 84 вопроса. Всего. 84 вопроса. Иногда я говорю, такие легкие вопросы. Иов, а ты знаешь, где снег хранится? Нет, не знаю. А ты знаешь мышцы вот этого левиафана, как они работают? Ну, Господи, куда мне сравниваться с этим? А лед, где град хранится, ты знаешь, или ты управляешь этим? Ну, нет, конечно. Бог задавал эти вопросы для чего? Смотри, я сейчас покажу такую важную деталь, на мой взгляд. Теперь, когда Бог задал эти вопросы, Иов выслушал, что значит Слово Божие работает в жизни? Правильно, когда работает. Иов теперь берет этот же вопрос, который ему Бог задал перед вопросами, и теперь сам себе этот вопрос задает. Так кто это сей, который омрачает проведение словами бессмысла? Точно, не выкручивается, не говорит, ну, я так вот, ну, так получилось, ну, поймите меня. Нет, нет, точно себе представляет. Войдите в мое положение. Нет этого. И теперь говорит, так я говорил о том, чего не разумел. И вот эта фраза меня потрясает. О делах чудных для меня. Когда ты задал этот вопрос, так, что это были за дела? Это, я бы сказал, ну, я бы никогда не звал за чудными делами. Потеря его детей, потеря всего бизнеса. Почему он теперь называет это чудные дела? Мое впечатление создается, что он, Бог показал себя чудным Богом. Слушай, ты можешь звездочки посчитать там? А имена можешь дать им? Ну, нет, не могу. Так, великий Бог чудный все сотворил, все держит своей рукой. И это привело его в чувство, а, раз великий Бог управляет всей природой, значит, то, что со мной произошло, чудный Бог управлял. Теперь, понимаешь? Это не просто случайность. Это не случайность. Теперь, понимаешь, почему мы можем назвать трудные ситуации чудными? Потому, что чудный Бог ими руководит. Не потому, что она сама по себе ситуация, ну, скажем так, хорошая. Бог чудный руководил жизнью Иова, погибелью его детей, погибелью его имущества. И теперь он говорит, я теперь признаю, что это чудные дела были. Вот как Писание влияет, читая Писание. Даже в жизни Давида это тоже чудные дела. Он знает, он теперь уже понимает, что это грех в его жизни. Создал эту ситуацию, он исправляется, он ищет выхода, ищет обращения к Богу. Абсолютно. Абсолютно. Кается, сокрушается, когда точно знает. И это сделал Иов. И теперь говорит, я так говорил, я каюсь и больше так говорить не буду. То есть, в трудной ситуации я еще раз нахожу, что делать, когда не знаешь, что делать. Исходя из этой ситуации, я говорю, когда нужно проверить себя, свое состояние, если не знаешь, почему происходит, но не говори лишнего на Бога. не кидай тень на всемогущество Божие. Он великий Бог. Если допустил, хотя бы просто промолчи, потому что каяться придется. Зачем? Еще грех на душу брать в трудной ситуации. Придет время, просветлеет, и ты оценишь, что в свете Бога. И исходя из этого, я говорю, когда что делать, когда не знаешь, что делать. Вспоминай могущество Бога. Вот как Бог себя показал Иову, попытайся на природу посмотреть. Пойди на океан, я по-простому говорю. Я люблю это делать. Встаю всегда, молюсь, Господи, это величие, это потрясающе, вот эти волны. Я ничто перед этим. Я люблю, мы же в горы ходим. Господи, это величие. Обязательно встанем, смотря на все горы, восхищаемся, обязательно споем, великий Бог, когда на мир смотрю я. Это показывает могущество Бога. В конце концов, подними, когда звезды там видно. Звездное небо. Звездное небо. И посмотри, подумай, что ты ничто в этом, а он-то великий. Это поможет пройти вот это время трудностей, вот уныния, скажем так, ну депрессия, назовем этим словом, пройдет так пройти, чтобы не согрешить в этом состоянии, чтобы не уйти совсем от Бога. Потому что нам нужно приблизиться в это время к Богу. Поэтому вот это то, что Бог показал Иову, я считаю, это важный момент. Бог использовал этот инструмент. Себя показывал, что он великий Бог, всем управляет, все держит в своей руке. И это помогло его восстановиться. Это помогло его восстановить отношения с Богом, повернуться к нему лицом, не уйти от него. Больше, скажем так, прям тем текстом не проклинать больше. замысел Божий в его жизни. Ещё один момент, который мне очень понравился. Если, слушатели дорогие, когда-то вам нужно будет, по крайней мере, я много раз это пережил, я сам пережил это в своей жизни, советую другим людям, есть, я так назвал, псалом 42-й, псалом от депрессии. Я прям так его назвал. Когда вы перечитаете, вникните в него, вы будете потрясены, потому что он проходит путь, Давид описывает, вступи в стяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня. Что там мы находим? В это время он думает, он прям описывает свои чувства, он говорит, для чего ты отринул меня? Ситуации сложились, есть какой-то недобрый народ, есть люди какие-то лукавые, он говорит, Господи, а где ты? Так не должно быть. Где защита твоя? Где защита твоя? Если я царь, то так не должно быть, ты же меня поставил царствовать, и вдруг есть те, которые мое царство попирают, скажем так. Господи, почему я не чувствую твое присутствие? Опять этот вопрос, я называю его депрессией, он прям говорит, для чего ты отринул меня, для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Бог, ты великий, прояви себя в моей жизни. И тогда вдруг он говорит, я хочу иметь твой свет, я хочу иметь разум, что происходит. И он говорит, я знаю, что произойдет в моей жизни. Он говорит, пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои, и подойду я к жертвеннику Божию. Поэтому я говорю, когда есть состояние, вот такое уныние, депрессивное состояние, иди в дом Божий. Давид это сделал. Что следующее он там пережил? И вдруг мы читаем, я, говорит, подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. Вау! То есть там, где у него есть личное общение с Богом, вот эти проблемы, они отпадают сами с собой. Абсолютно. Абсолютно. Ты начинаешь видеть Бога. Как раз вот то, что делает, ну скажем так, лукавый, или это состояние, оно закрывает от тебя Бога, как будто тебе Бог не нужен, как будто ты сам пытаешься выбраться из этой ситуации. Нет, Бог очень нужен. Просто вопрос, где его найти? И один из советов, я сказал, это читать Библию, это молиться, это проверить свою жизнь, присутствует ли Бог, или Он тебя обличает. Еще один момент, иди в Дом Божий. Я замечал, верующие, которые начинают духовно падать, слабеют, как правило, не идут в Дом Божий. И вдруг я нахожу ответ, нет, он говорит, я знаю, где свет и истину найти, я подойду туда. И мне нравится, что он там принимает решение. И он говорит, я подойду к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой. Ты знаешь, я рассматриваю этот псалом вот практическом применении. Вот он ушел от своих трудностей, пришел в Дом Божий. И вдруг он пережил радость от общения с Богом. Бог его ободрил. На жертвеннике что он видит? Жертву. Он видит спасение, дело спасения своего. И это вдруг ему дает радость. А что с теми обстоятельствами? Они поменялись? Нет. Нет. Но вопрос прославления, когда он начинает восхвалять Бога, это влияет как-то на депрессию? Абсолютно. Потому что ты начинаешь видеть, как я смотрю, вот в этом конкретно Псалме 42-м, ты начинаешь видеть вообще всю перспективу. Не сейчас концентрация на своей проблеме, а какая вся перспектива? Он говорит, а я буду славить тебя, Бога моего, Спасителя моего. И тогда перспектива. Ну да, эти проблемы есть, были, будут. Писание говорит, они у всех людей, такие проблемы бывают. А как вопрос моей вечной жизни? А я спасенный человек. Это сильно помогает пройти этот путь. Это помогает, как я у него вижу. Он еще раз говорит, душа моя, что ты унываешь? А я еще буду славить его. Вот здесь говорится, зайду на гору Господню. То есть взгляд с горы. Когда идешь по дороге в гору, тут рядом все, что происходит, это проблемы, трудности. Да, да. Взгляд такой ограниченный. А взгляд с горы, когда он уже видит, что происходит. Можно так сказать, да. Ну и при этом, я говорю, вот само понимание, где найти эти ответы. Потому что в этой трудной ситуации важно иметь общение с другими людьми. Церковь Божия. Мне кажется, это самое великое дело. Особенно, исходя из этого псалма, я бы сказал, посещение собрания на вечерю Господнюю, когда мы непосредственно говорим о жертве Христа, о нашем спасении. Может быть, в свете даже конференции, которую мы имели, молодежную, в эти дни. И он говорит, я встречу, переживу с Богом радости и веселья. Оказывается, наш Бог желает нам радость и веселья долить. Даже тогда, когда мы трудности проходим, мы можем по-другому воспринимать эти трудности. Я хочу эту важную мысль подчеркнуть. Обстоятельства не изменились. Человек лукавый остался на своем месте, народ недобрый остался, и мне нужно вернуться туда. Я спрашиваю, с каким состоянием сердце? Он говорит, а я буду славить Тебя, Боже. Я и гусли возьму, музыкальные инструменты, все что угодно, но я теперь иду туда, в эти обстоятельства, совсем с другим состоянием. Нам кажется, что попадая в определенные обстоятельства, сложные, в депрессионные обстоятельства, вот мы попали в них, но когда мы читаем Слово Божие, оказывается, уже кто-то там побывал. Уже кто-то... Много людей побывали. И они готовы поделиться своим опытом. Не готовы, они поделились уже. И нам важно, почему я говорю, вот начинаю с того, что Библию читать, читайте регулярно Библию. До того, когда придут эти трудные обстоятельства, у тебя наберется в уме решение этой проблемы до того, когда она придет, потому что люди переживали это состояние. Ну, еще один момент, который я подчеркнул бы, я считаю, что он важный момент. Обратиться к людям утешения. Ну, может быть, Богу молиться или просто искать. Прямо Писание так называет этих людей, людей утешения, когда ты трудно и проходишь время. Ну, наверное... Варнава, сын утешения. Сын утешения, совершенно правильно. И как раз этот пример я хотел сказать, что есть такие люди, которые могут пройти вот этим путем, специально уделив тебе внимание. Ну, конечно, в первую очередь, сказал бы, это служители в церквях, которые есть. Обращайтесь с ним, не стесняйтесь. Они готовы выслушать. Сколько я встречал с служителем, сам много лет с служителем. Готовы выслушать, какое-то слово сказать. Они не заменят всего, но на Бога направят взгляд. Они не изменят ситуацию, но как раз вот помогут утешить внутри, чтобы тебе от Бога взгляд не оторвать. Ну, вот там еще есть тоже. Но Бог утешающих, смиренных утешил нас прибытием Тита. Тит тоже был утешением для апостола Павла. Ему тоже нужно было утешение. Или вот еще один пример. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и чтобы утешил сердца ваши. Тихик, мы читаем, Варнава, Тит, люди утешения. У Бога они есть. И когда ты проходишь трудную ситуацию, заметь этих людей. Они просто тебе какое-то слово скажут, которое в порядок приведет твою жизнь. Я бы еще один момент оттенил бы, мне кажется, важный. Просто продолжай терпеть. Продолжай терпеть, потому что вся Библия говорит о том, что нам нужно терпеливо проходить вообще путь, следование за Господом, и тем более разные ситуации. Прямо так написано, долготерпите, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Я читаю в Псалме 3, там есть, удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии, я сказал, о, погибла сила моя и надежда моя на Господа. И вдруг он говорит, помнит это душа моя, падает во мне и предлагает вот эти вот решения этой проблемы. И я, говорит, отвечаю сердцу мою и говорю, по милости Господа мы не исчезли. Ты еще не исчез, мог исчезнуть. Да, трудности есть, проблемы есть, но ты остался живой. Знаете, это удивительно. Интересный момент, не просто ты не умер по милости Божией, не погиб, а не исчез просто раз, и не тебе просто не стало. И не исчез, да, чудесно. Еще один момент, который бы я сказал бы, мне кажется, он важный, потому что его прям новый завет подчеркивает, безропотно. Продолжать, ожидать выхода из твоей ситуации. Прямо Писание говорит, не ропщите, как некоторые из них роптали, от погибели и не вошли, и там погибли от истребителя. Прямо апостол Павел использует коринфянам не ропщите. Там у них вообще на ситуации роптать нечего было, споры, разногласия, и при этом он учит их не ропщите. Поэтому мне кажется, это важный момент как раз не стать говорить неправильных вещей о Боге. Ропот, это ужасное состояние. Это просто к твоему состоянию добавляет, ты сам себя загоняешь в еще худшие, ну как бы сказать, состояния, из которого труднее выбираться будет. Дополнительное уныние. Дополнительное уныние, да. Ну и вот важный момент, который я как сказал, это в моей жизни было, я хочу вновь вернуться к этому и в принципе вот закончить на этом, да, продолжать благодарить Бога. Мне кажется, Бог вообще в восторге, когда мы даже если не понимаем Его действия, но понимая, что Он великий Бог управляет нашу жизнью, продолжаем благодарить. Прямо Писание говорит фессалоникийцам, за все благодарите. А чего ради? Ибо такова у вас воля Божия. И много мест в Писании, говорящие о том, что нужно благодарить. Иначе само благодарение имеет определенный важный смысл в духовном мире. Как раз то, что мы вот как бы говорим вот в этом следствии, можно роптать и погружаться еще хуже. А в этой ситуации благодари, и ты остаешься, ну скажем так, на плаву. Ты возносишь свой дух как будто. Ты отрываешь вместо того, чтобы загонять самого себя к возвышенным каким-то вот целям, стандартам. Вефесянам написано «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа». Принцип, на мой взгляд, опять тот же. А почему я должен благодарить? Да я спасенный человек. Главная проблема решена, проблема вечности. Я вечности разделю с Господом точно, но здесь на земле, да, все страдали, все переживали. И я не исключение, как Писание говорит, вас постигло искушение. Не иной как человечество. Не иной, не иной. То есть всех людей постигает оно, и тебя постигло. И в это время, когда ты продолжаешь благодарить, вот по этой причине, во имя Иисуса Христа, что ты спасенный человек, у тебя есть основа для радости, у тебя есть основа для утешения, ты не грешник погибший, ну продолжай тогда благодарить в это время, хотя бы за это. Не понимаешь этой ситуации, что делать, когда не знаешь, что делать? Я прямо отвечаю, продолжай благодарить Бога. в это время. И мне кажется, особенно Богу это ценно, и Он радуется, когда это проявление акта веры. Господь, я знаю, что ты управляешь этой ситуацией. Он рад этому. И прямо есть призыв еще один. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, плод уст прославляющих Его. Вообще это вырасти. Нужно плод, созревший плод. И когда мы благодарны Богу, это духовный плод получается, который Бог совершает в нас, в нашей жизни. Это определенный духовный опыт. Духовный опыт. Абсолютно правильно. И этому учиться надо. Ну вот я еще раз сворачиваюсь к этому 42-му псалму. В принципе, я бы даже хотел бы его оставить как основу. Что делать, когда не знаешь, что делать? Потому что, когда я увидел в нем, первое, просто все эти принципы, которые сказал, в нем выражены. Он ищет решение ситуации. Давид. Он молится Богу. Он честно говорит, изливает душу. Господи, я не чувствую, что ты сейчас со мною. Он называет проблему, я знаю, что ты остаешься крепким Богом. Ну, я не вижу, что ты проявляешь себя как крепким. Он очень искренен, очень откровенен. Он знает, как решать эту проблему. Нужно и пойти в то место, где решается проблема. И вообще, посещение Дома Божьего. Он говорит, я приду туда. И причем, я приду туда не для того, чтобы отметиться. Мне нужна встреча с Богом. И он говорит, я ее там нашел. Дух перевернулся. И в его жизни как раз, и я подчеркиваю эту важную деталь, на первые стихи, не важно, что не изменились обстоятельства. Любой хочет, чтобы они изменились. Но я, говорит, принимаю решение. Для меня это важный момент. Не только на чувственном уровне, это совершенно правильно. Бог дает чувства нам, правильные чувства, хорошие. Не всегда мы их улавливаем. И тогда он говорит, а я буду славить Господа. Слово «буду». Решение. Это решение. Это мое решение. У меня есть причина. Раз я знаю, что я спасенный, он там говорит об этом, я, говорит, буду славить Его, Бога моего, Спасителя моего. И это основная причина, почему. Что делать, когда мы не знаем, что делать? Продолжай прославлять Бога. И ты выйдешь из этого состояния. Ты выйдешь, Бог поможет пройти это состояние. Ты не упадешь ниже. Ты не разочаруешься. И ты будешь правильно решать эти проблемы своих отношений с Богом. Все равно я ссылаюсь на Иова, на других людей. Ну, взять, если Давида, когда он понимает, что он в грехе. Но он покаялся. И что пришло в его душу? Радость. Когда Иов проверил себя, он не был грешником. Вот в понимании той жизни. И когда Бог привел его в порядок чувства по отношению того, что он все держит в своей руке, он чудный Бог. Бог его восстанавливает, у него еще дети рождаются, имущество появляется. То есть, мы находим в Писании, что Бог поможет пройти и придут, назовем так, светлые времена, радостные времена. Но как правильно пройти? Мы сказали это. Продолжай читать Писание, продолжай молиться. В молитве продолжай, рассказывая Богу о трудностях, продолжай славить Бога. Даже если ты не чувствуешь сейчас, что Бог здесь прям. Продолжай славить Бога. Иди в Дом Божий. Общайся с верующими людьми. Бог пошлет тебе навстречу людей утешения, которые помогут тебе пройти путем утешения. Я очень строго для себя особенно хочу сказать, наверное, это и вам пригодится. Слушатели, не роптать. Это страшно. Страшный грех в глазах Бога. Роптать. Потому что он управляет. Потому что мы знаем, как великого Бога. Просто в трудные времена тогда помолчать. Я имею в виду о плохом помолчать. О каком-то намеке, что Бог неправ, что он неправильно управляет всем. Каяться придется. Зачем грех на душу брать? Вот те моменты, которые я нахожу, помогают нам пройти в ситуации, что делать, когда ты не знаешь, что делать. Читай Слово Божье. И Господь все равно ответит. Да. Брат Игорь, благодарим Вас за то, что Вы нашли возможность в Вашем плотном графике встретиться, пообщаться, ответить на вот эти сложные вопросы. И несколько слов для наших зрителей в заключении. То, чем живу, тем всем ободряю каждого. Много лет назад я принял решение за год прочитывать Библию. Теперь в моей жизни я бы сказал, Господи, все, что бы ни произошло, для меня самое ценное это быть в общении с Тобой. Это мое утреннее время, когда я читаю Писание, записываю некоторые вопросы или просто комментарии какие-то. Я заметил, моя любовь к Богу, мое познание к Богу увеличилось. я понимаю, что на уровне каком-то глубинном я стал больше ценить Бога, чем когда-то ценил. Понимать Его. Я хочу, чтобы у Вас в жизни было так же. Поэтому мое пожелание Вам читайте Писание. Библия учит этому, практика жизни показывает, что это правильно. И Вы получите настоящее благословение для себя. Знать Бога, любить Бога, исследовать за Ним правильно, не впадая в какие-то трудности, депрессии, может быть, ропот на Бога. Благодарим Вас и пусть Бог благословит Вас в Вашем служении. Спасибо. Всего Вам доброго.